Здравствуйте, меня зовут Елена Шинделя, я активная участница компании «Буду по делу сети», и еще я являюсь участницей АЧК, анафтического учебного представления. Чуть-чуть подгончиком. Ну, я не знаю, вы, наверное, многие слышали о деле сети, то есть знакомо это вот слово, нет? Нет, но есть такие, кто вообще-то не первый раз слышит. «Дело сети», да? Первый раз? Нет. Нет, я понимаю, но, может быть, есть такие люди, которые вообще не слышали такое «дело сети», то есть все, в принципе, немножко в курсе. Я вот, например, ну, слежу за делом сети, да, но я вижу какие-то маленькие кусочки картины, да, кого-то арестовали, кого-то пытали, да, вот хотел бы общую картину. Да, вообще об этом было замечательно. Почему «дело сети», потому что здесь есть рамочек ремонта. Да. Осенью 2017 года, в октябре, начались аресты в Пензе, но об этом никто не знал, то есть мы уже знали об этих арестов, только он уже в январе, то есть там арестовали шесть человек, шесть, пять сейчас сидят в СИЗО, один под подпиской «Онивейдите». В январе арест продолжился, в Санкт-Петербурге арестовали двух человек, двух анархистов, и после вот их ареста, потому что общественность возмутилась, началась вот эта огласка. В Пензе люди боялись говорить об этом деле, и поэтому была тишина. И эта тишина играла на руку ФСБ. «Онивейдите». И оно в чем сама история. То есть этих людей арестовались в Пензе в шесть человек, и в Петербурге троих, то есть двоих в январе. И в это же время в январе был еще один человек арестован, но он в деле появился только в марте, в апреле. Не знаю, может ли я какие-то лишние подробности говорю, чтобы общая картина была. В чем? Их обвиняют в том, что они создали террористическую организацию под названием «Сеть». Вот такое название, какое-то нелепое сеть, может быть, интернет-сеть, сеть магазинов. То есть, ну, может быть, что-нибудь по странам не было придумывать. Вот. И вот ни много ни мало они хотели там взорвать мазолей, хотели устроить какие-то теракты перед чемпионатом мира, перед выборами. Вот такая вот версия ФСБ. Но самое ужасное, что людей, когда их задерживали, их пытали. Электрошоком. То есть мы этого не знали, что, оказывается, ФСБ пытают людей. И когда вот это случилось вот с нашими, я не знаю, я с ними не знакома, но это анархисты, это как бы мои соратники, мои антифашисты-анархисты. Вот. И когда вот это вот, можно сказать, близких людей начинает вот это происходить, я начинаю понимать это, что творится. То есть можно просто… Зачем расследовать? Можно просто попытаться, типа, видишься китоками, сказать, так, напиши, пожалуйста, вот, что мы тебе сказали. Не забудь только вот… Потому что в Петербурге, когда ребят возили на машине, да, пытали их электрошокером. Им говорили, что вот не забудь вот то, что ты сейчас выучил наизусть, что я тебе сейчас сказал. Вот вошли к следователю, ты пойдешь и напишешь просто, подпишешь все как нужно. То есть… Вот это очень просто, очень легко это работать. То есть, в Петербурге пытали электрошокером. Яна вот расскажет, она была вообще свидетелем, видела это все на животах людей там до 60 ударов, да, шокеров? Непонятно. Мы видели… Мы считали количество ударов, количество следов уже после… Спустя неделю, когда они сошли, и там оставалось 33 следа. Но еще есть Илья Капустин. Илья Капустин, да, у которых вот 67 свидетелей. Дело замечательное в том числе тем, что там пытали свидетеля, которого потом отпустили, то и даже по версии ФСБ этот человек не имел отношения ни к чему, ну то есть он тоже антифашист и активист, но даже по версии ФСБ не имел отношения ни к какому реализму, ни к чему такому. Его пытали электрошокером. Потом он зафиксировал следы, он сфотографировал и фотографии его следов есть в СМИ. Он сейчас попросил убежище Финляндия, но проверка тоже не нашла никаких нарушений, сказала, что, наверное, его фото кусали. Да, помпарные такие, а вы такие кое, помпарные кусают. Вот нет, на фотографии, да, можно какие-то красные бятны, просто покрасненько можно подумать. Если пересмотреться, то видно, что это сегодня. И вот такая вот ужасная у нас появилась террористическая организация, которую никто никогда не слышал и вдруг она так раз и возникла. Ну, есть версия, что это Петинская ФСБ, он себе как-то хочет как-то перед выборами, то есть перед чемпионатом мира раскрыть такую крупную сеть. А, ну планы еще были на Москву, на Белоруссию. То есть, изначально бывает, что это раскрылась такая международная организация, где ячейка и в Белоруссии есть, и в Москве. Ну, вот как-то вот мне кажется, что вот сейчас прекратились аресты, это, может быть, благодаря нашей компании, конечно, я могу ошибаться. Вот. И вот началась вот компания. И Яна вот расскажет про… Есть краткий вопрос. Представьте, ФСБ хотел показать, что они просто… Местный ФСБ хотел показать, что они раскрыли большое дело, чтобы показать себя полезным. Ну, терроризм, нужно раскрывать теоретические организации. Вот. Оно работает хорошо, огромную сеть раскрыла. А вот эта версия, что это была местная инициатива? Нет, не знаем. Если местная, то Пензенская. Да, да. Вот это я имею в виду, да? Пензенская. Вот. И вот сейчас у нас идет компания «Селедорности». Вот мы делаем футболки, постороняем информацию. Вот. Ага. АПЛОДИСМЕНТЫ Нет, ну еще я продолжаю. Давайте я еще скажу несколько слов про то, что где происходит. Значит, есть вот эти люди в Пензе. Там пытки по словам ребят происходили в самом следственном изоляторе. Они, Илья Шакурский, Дима Пчелинцев заявляли о пытках и очень подробно о них писали. Это все можно прочитать на русском, на английском языке. Адвокатские опросы на сайте, видимо, медиазоны в основном. На сайте, специально созданном для освещения ситуации вокруг этого дела. Там эти пытки происходили много дней подряд. В Петербурге пытки Игоря Шишкина и Виктора Филинкова происходили до момента формального сдержания до момента попадания следственной изоляции. С Юлием Паярщиновым все сложнее, потому что он находится в ужасных условиях, в камере на сотни человек, и на него оказывается давление. Его не пытали, ему повезло, его полиция задержала. Да, его не пытали сотрудники, но на него оказывается давление со стороны закамерников в СИЗО 6 Горелова. Кроме того, в этом деле, значит, есть вот эти люди в Пинзе, можно почитать о том, что с ними происходило, они это рассказывают. Есть три человека в Петербурге, из них двоих пытала ФСБ, и один Юли Баярщинов находится в камере до сих пор сотню человек. Кроме того, есть Илья Капустин, находящийся на свободе в Финляндии, свидетель, который заявил о применении к нему пыток. И есть еще находящийся на свободе, попросивший убежище в Белоруссии, ой, в Украине, Алексей Полтавец, который вчера появилась публикация на ОВД-Инфо, где он рассказывает о том, что, оказывается, еще перед пензенскими первыми задержаниями, мы из него пытались выбить показания на пензенских анархистов и антифашистов, и тоже его за дня пытали. Тогда он еще был 16-летним подростком. Я являюсь членом МОЭК Санкт-Петербурга. Это значит, что я имею право посещать все места пронадительного содержания в Санкт-Петербурге. Места пронадительного содержания – это отдела полиции, это следственные изоляторы, колонии, ну и еще несколько учреждений. Мне стало известно в этом деле, когда ко мне обратилась жена Виктора Фрингова. Дальше мы с Александрой искали Виктора два дня. Это было публично на сайте группы Мощисодежного, на ОВД-Инфо. Везде писали о том, что пропал левый активист Виктор Фрингов. Обзывание его для государственного учреждения искали и в больницах, и в отделах полиции. Он должен был вылететь в Киев и не прилетел. Да, он должен был… Александр ждала его в Киеве, и было непонятно, то ли он не сел на самолет, то ли он сел на самолет и был задержан пограничниками. Он в три часа дня вышел из дома, а в восемь вечера должен был сесть на самолет, но почему-то в Киев не прилетел. Поэтому было непонятно, пропал ли он где-то в городе, пропал ли он в аэропорту, пропал ли он, может быть, в Минске, через который летел. Проверяли все эти версии, в том числе звонили в ФСБ, звонили в погранслужбы ФСБ, но не сочли нужным ни нам, ни Александре ответить на вопрос, где Виктор и что с ним. В результате узнали мы, что произошло, только из сообщений в телеграм-канале Объединенной пресс-службы судов, где появилась информация о том, что Виктор Филинков, обвиняющийся в участии в террористической организации анархической направленности, признала свою вину и вынесено решение о мере пресечения в виде содержания подстражи на два месяца. Мы, в общем, обрадовались, что Виктор жив, хотя сообщение звучало довольно жутко, потому что, в принципе, так сформулированные групповые дела, они довольно ужасны, потому что, может быть, это значит, что любой человек, который говорит, что я анархист, будет сразу обвинен в терроризме просто за такие взгляды. Но этого пока не произошло. Не знаю, из-за нашей компании или из-за того, что это не планировалось, пока людей все-таки не задерживают обвинения в терроризме просто за декларацию анархистских гэдов. Мы поехали к Виктору, поговорили с ним в следственном изоляторе, не увидели на нем никаких следов, потому что у него была только царапина на топородке, а все остальные следы, на самом деле, были скрыты под одеждой. На следующий день утром мне позвонила жена Игоря Шишкина, сказала, что Игорь пропал. Мы стали искать Игоря. Довольно быстро стало понятно, что он в Большом доме, но туда не пускали ни нас, ни ОНК, ни адвокатов. Мы стояли перед Большим домом, предуправлением ФСБ, а он находится в том же здании, в соседнем здании с изолятором, где тогда находился Виктор Флинков. В какой-то момент мы решили зайти в этот изолятор, потому что вдруг каким-то образом Игорь тоже там оказался. Игоря там, конечно, не было, но мы поговорили с Виктором. Еще раз Виктор сказал, что был очень рад, что мы пришли. Сказал, что в первый день он нам не рассказал, и ему... И Игорь решил, что хочет говорить. И Виктор показал нам следы электрошокера на нем. Мы тогда не фиксировали, не рисовали ожоги, потому что наше посещение фиксируется видеокамерами, которые на сопровождающих сотрудниках и стационарной камерой в кабинете. И мы просили сотрудника в СССР приближать объектив видеорегистратора, чтобы были лучше видны следы. И, естественно, всюду и мы, и адвокат написали просьбу сохранить эти видеозаписи. Ни одна видеозапись, конечно, не была сохранена, все видеозаписи были уничтожены. Никакой эксперт, никакой квалифицированный человек, который мог бы зафиксировать следы Виктора, следы на теле Виктора, к нему не пришел. Наоборот, Виктора держали очень долго в одиночной камере, так называемой карантине, до тех пор, пока следы почти не прошли, чтобы даже сокамерник не мог зафиксировать. Насколько я понимаю, потом сокамерник зафиксировал те немногие следы, которые остались. Игоря Шишкина нам так в тот день не удалось найти, не удалось к нему попасть. В тот же день подали заявление о преступлении, например, за членом Президентского совета по правам человека. Андрей Бабушкин пытался попасть к Москве, пытался как-то дозвониться, понять, что с Игорем происходит, получить от ФСБ ответ, задержанный вообще или просто исчез. Ничего не получилось, Игорь в результате нашелся только в суде. В суде его ждали родственники, друзья и журналисты, но журналистам не удалось его статографировать, потому что, во-первых, Игоря привели замотанным во что-то фокус-швитер, а во-вторых журналистов задержали. В тот же вечер мы поехали к Игорю. Игорь был очень сильно избит, но он был в кофте с длинными рукавами и в штанах длинных. То есть, нам не было видно его тело, были видны руки, было видно лицо, на руке был ожог, на лице был перелом, ну, лицо было очень сильно избито. Видимо, там еще было то, что называется синдром Мачкол, что здесь, то есть это синий мозг, а такие желтые круги. Игорь сказал, что те побои, которые вы видели, получил на тренировке, действительно его заставили подписать бумагу о том, что он не имеет никаких претензий и все свои травмы получил на тренировке. Про ожог он сказал, что не помнит. На вопрос, какие еще травмы получили на тренировке, он сказал, что, ну, например, синяк на ноге, но ему запретили показать. Он хотел пропонять штанин и показать, но в собрании в тренировке службы исполнили наказание, сказали, что нет, не имеет права это делать, и он не стал. Дальше мы ходили более-менее каждый день к Игоре Виктору, в конце концов, спустя неделю, в присутствии медицинского работника и начальника изолятора, мы зафиксировали оставшиеся на этот момент следы на телах Виктора и Игоря, нарисовали, где они находятся. Да, я не сказала, наверное, понятно, что члены НК в Санкт-Петербурге не могут пройти в изолятор с фотоаппаратом, поэтому все, что мы можем, мы можем нарисовать. На тот момент на Викторе оставалось 33 следа, и Виктор большой молодец, он заметил, что следы на его теле парные, в каждой паре один след ярче другого, и расстояние между следами в одной паре ровно 4 сантиметра, ну, потому что так работает электрошок. У Игоря не так, у Игоря вся спина была в ожогах, судя по всему, к Игорю променяли не электрический, не электрошок, а электрические провода, что-то похожее на то, что описывал Дима Пчелинцев, я предполагаю. Из Пензе. Из Пензе, да. Человек, которого подали в следственном изоляторе в Пензе, он подробно описал, как именно он применялся. Мы написали заключение, дальше новая информация, нового, ничего практически не происходило. Единственное, что важно, наверное, сказать, что пока эта история делала не публичной, в частности, была пресс-конференция в Москве. Первая пресс-конференция про это дело. И накануне этой пресс-конференции снова в Пензе пытали Диму Пчелинцева, заставляя отказаться от слов о пытках и снова подтвердить слова о том, что он является... Его тогда называли организатором, лидером террористической части. И его пытали, чтобы он отказался от слов о пытках и снова признал вину в терроризме. Сейчас Дмитрий рассказал об этом втором эпизоде тоже. В это же время он отказывается от отказаний и побеждает слова о пытках. Но больше мне неизвестно о пытках в этом деле после того, как история стала публичной. Мне известно огромное количество историй о пытках страны сотрудников ФСБ по Санкт-Петербургу и Неградской области. За вот этот период с января по... что у нас с июнь... То есть, сотрудники ФСБ не перестали пытать. Сотрудники ФСБ перестали, практически перестали пытать по этому делу, кажется. Ну, адвокат был сдал, потому что... Да, да. Ну, правда, я говорю сегодня, может, завтра что-то станет известно. Ну, окей. Нам неизвестно, чтобы были пытки по этому делу, кроме Дмитрия. Чилинцева, после того, как история стала публичной. Поэтому, в принципе, кажется, полезно. Говорить и громко. Хотя и не слишком, потому что ни одно уголовное дело о пытках не было возбуждено. Военный, следственный комитет провел проверку и отказал от возбуждения уголовного дела. Он написал такое совершенно издевательское постановление на 16 страниц о том, как Виктор Филинков добровольно, вместо того, чтобы улететь, поехал на машинке кататься с турниками ФСБ. Потом встал во время движения, поэтому к нему пришлось применить пару раз электрошокер. Потом то же самое сделал Илья Капустин, который тоже совершенно добровольно поехал давать свидетельские показания. Там, кстати, те, у кого есть 19-3, имеете в виду, в постановлении, в ФСБ в своем объяснении говорили, что у него, у Ильи Капустина, когда-то было административное задержание за непобедлением законным требованием штабников полиции. Поэтому мы предполагали, что он такой опасный человек. Поэтому, когда он встал во время движения на кроавтобусе, нам пришлось тоже пару раз применить к нему электрошокер. Поэтому пару раз мы применили штабников, а остальное не мы, оставляя хлопы. И еще, нет, хорошо, он еще пытался убежать, когда они остановились на передачке, он открыл дверь и пытался выскочить на ходу. И они резко поехали, и он ударился головой. И вот это у него рано. То есть все очень просто. Да, и Вильтер Тартам, потому что он его тоже ударил так, что в том числе ударился лицом в машине. То есть от него спасали, он хотел, дурачок, выскочить на полном ходу. Кроме того, сейчас Виктор Селенкова перевели из фольсборчного изолятора, где мы могли бы посещать в изоляторе Сизошей Горелого. Он находится в области, и оттуда его каждый раз возят на следственные действия в Петербург, и возят его те же люди, которых он обвиняет в своих рук. И эти же люди к нему несколько раз приходили в сельскоизолятор. Они не применяют кематерическую силу, но они его оскорбляют, угрожают, ему оттуда они. И вообще-то перевод в Сизошей был то, чем ему угрожали с самого начала, потому что у Сизошей есть очень плохое слово, и там есть туперкулезная больница. Очень какое-то плохое место. Надо, наверное, сказать несколько слов про компанию свидетельности и про то, что можно делать. А здесь присутствует Алина с мерчем и с листочками, которые можно подписывать. Да, я могу рассказать, как можно помочь тебе дальше по этому делу. Первый способ, самый простой, и, мне кажется, самый важный, это писать открытки и письма ребятам в СИГО. Потому что они там оказались после жестокого обращения, они сейчас находятся как бы в изоляции информационной, и очень важно в такой ситуации чувствовать, что ты не один, что за тобой есть люди, которые на воле тебя поддерживают. И, в общем-то, просто понимать, что не все верят в эти абсурдные обвинения о терроризме и взрывании Мавзолея и Путина. В общем, написать открытку. И есть... Можно написать простое бумажное письмо в СИЗО. Ребята сидят, вот пятеро сидят в СИЗО в Пензе, и двое Филинков и Бояшина сидят в Горелово, и Шишкин сидит в СИЗО на Шпалерной. На Шпалерной, да. Шпалерной. И в СИМКО-МИГРЫ писать очень просто, потому что в Пензенском СИЗО работает родная связь, так называемая, а в Горелово, в СИЗО, и в Горелово, работает ПИН-письмо. Написать ПИН-письмо так же просто, как отправить электронное письмо. Да, то есть можно пользоваться ФСИНовскими интернет-ресурсами. Ну, это... Короче, нужно там зарегистрироваться и, в общем, там оплатить какую-то сумму и послать электронное письмо. Также все ребята подключены к почте Росслужник. Это вообще бесплатно. То есть вы просто заходите на сайт Росслужника, в списке выбираете фамилию человека, которому хотите написать, и просто пишите, пишите, как электронное письмо, как e-mail. Вот. И это бесплатно. Ну, то есть Росслужник работает за пожертвования. Вот. Ну, в общем, можно им задонатить какую-то сумму, если вы хотите. Но если нет возможности, то вы можете просто бесплатно написать письмо, и оно до ребят дойдет. Это анонимно. Да, да. Это можно делать анонимно. То есть вы пишите там свое имя или еще там какое-то... Ну, если вы не хотите, раскрывайте свое имя. Вот. Можно от себя так же подключаться. Это как бы бесплатно. Через интернет самое простое. Так же вот у нас там есть открытки, которые мы посылаем ребятам в конвертах. То есть если вы хотите написать им от руки, можете передать им привет, рассказать про сегодняшние мероприятия. Вот вы узнали про дело более подробно. Им будет это очень приятно. Вот мы недавно, как раз на прошлой неделе, получили от них ответ. Мы им с каждого мероприятия уже несколько раз мы им посылали стопочки открыток в СИЗО. И они прислали очень теплый ответ о том, что им очень приятно и важно знать. Это их очень поддерживает, что происходят какие-то мероприятия в их поддержку, что люди интересуются делом и ходят на такие мероприятия и пишут им открытки. Им это очень важно. Можете подписать. Можете нарисовать. Да, или нарисовать тоже. То есть открытки, это вот люди, художники рисовали. Да, вот мы так же. Вот открытки у нас там авторские. Мы просили художников нарисовать что-нибудь для ребят. И там сзади даже подписано, что это специальная серия открытых для антифашистов. Вот, как бы это так же. В общем, тоже открытки там. Не обязательно прислать адрес свой. Мы их в конвертах отправляем. Второе, что можно, это распространять информацию о деле. Либо в интернете. Вот весь сайт repression.com. Можете репостить отсюда какую-то информацию. Вообще просто читать об этом. Списать информацию в интернете. Вон у нас там есть листовки. Можете взять листовки, раздавать друзьям, знакомым или где-то. Это вот так же листовки об этом деле. Там есть еще стикеры. Можете взять, тоже расклеивать где-где угодно. То есть распространять информацию о деле. Потому что, вот как Яна сказала, что после того, как поднялась волна шума, об этом деле никого больше не задерживали. Может быть, как раз это как-то сыграло свою роль. Может быть, не знаю. Третий способ помочь финансово. Потому что уголовные дела это очень затратное дело. Людям, ребятам нужны передачки в СИЗО, поездки адвокатов. Вообще за работу адвокатов надо платить. И так как ребята были в основном кормильцами, они здоровые ребята, которые поддерживали свою семью, помогали им. А сейчас их семьи остались фактически без денег. Поэтому деньгами тоже можно помогать. У нас там тоже есть коробочка, если вы просто что-нибудь кинете. И вот есть мерч футболки, вот как на русском, на английском, как хотите. В английском некоторые в последнее время берут, потому что можно было для иностранцев. И очень иностранцы действительно подходят и читают, а что это значит. Соответственно, ваш ритрошок не убьет наши идеи. Да. Анахист не убьет. Хорошо. Это вот этот знак, который рисовала Александра, да? Жена Виктора Филинкова. Вы еще можете перевести деньги на счета, там на сайте есть... Нарупрэйшн. Нарупрэйшн, Яндекс, Пейпал, Биткоины. Кажды, к сожалению, нет. Да, если... Да, если... Вот сумки там тоже есть, тоже авторская работа. В общем, покупайте мерч. Вот. И... А, ты про... Нет. Я хотела уже последнее сказать, последний способ. Что за отца Евгеньевского? А, вот. Еще он отец Юлия Бояшинова, которого задержали позже всех, которому позже всех, проявили обвинения, которые в Питерске, сидит сейчас в СИЗО Горелого, вот, на сотни человек, как я, на выживших условиях. У него... Ну, его родители очень активно участвуют в компании поддержки, ходят на все мероприятия. А отец Юлия Николаевича Бояшина в каждую пятницу в 7 часов выходит на Невский проспект с одиночным пикетом о том, что его сын не террорист. Ну, в общем, он таким образом высказывается и... показывает людям. Ну, в общем, это его одиночный пикет. Он каждую пятницу уходит. Если кто-то хочет, можно его поддержать и также на расстоянии 50 метров выйти также в пятницу с одиночным пикетом либо просто прийти там и пожать ему руку. Не знаю, ему будет тоже приятна, наверное, эта поддержка. Но важно оговориться, что сейчас, пока идет чемпионат мира, в Петербурге действует указ президента и... В общем, одиночные пикеты, они, в общем-то, разрешены закону, но одиночных пикетчиков, которые не имеют регистрацию в городе, обычно задерживают сейчас во время чемпионата более яростных. Вот, поэтому об этом тоже лучше будет. Да, иностранную гравитону тоже нельзя... Да, иностранную гравитону и беспрописную. Там, как бы, штраф было, долом 5 тысяч рублей. Вот, никакого ареста там нет, там, поэтому просто учитывайте, если вы хотите, скажем, 100-50 метров. Вот, и последний, четвертый способ поддержки, как это будет ласкать, и который можно сегодня осуществить, как сказала Яна, Илья Шакурский, это второй человек из Пензенского дела вместе с Дмитрием Челинцем, который заявил о пытках и заявил о том, что своим признательным доказанием он дал под пытками. У него был адвокат Михаил Гайгарян, который, в общем-то, сотрудничал и защищал, скорее, не Илью Шакурского, а сотрудников ФПСБ. И лично заявлял о том, что я признал ему, что он виновен, что против него есть неоспоримые догадательства. Когда он узнал о том, что, когда Илья Аймур сказал, что его пытали, об этом он, как бы, никому не сообщил, ни матери, которая заключилась на соглашение, а о том, чтобы он представлял интерес Ильи. Он, как бы, никаких действий не предпринял в его отношениях, и, то есть, Илью продолжали пытать, и он был вынужден себя оговорить и доказать на показания по делу. Кроме того, он публично давал интервью по этому поводу и публично об этом обо всем рассказывал. Матерь Ильи Шакурского, Елена Богатова, в мае подала жалобу в адвокатскую палату и расторгалась с ним в соглашении. И подала жалобу на него, что он нарушил профессиональную этику, и он, как адвокат, он обязан был представлять интересы Ильи. А он, фактически, заявлял публично и выступал против его воли, и, то есть, говорил кардинально противоположные вещи. Илья считает, что это грубое нарушение профессиональной этики и подала на него жалобу в адвокатскую палату. Мы также от лица общественности составили такое же обращение в адвокатскую палату Российской Федерации и в адвокатскую палату Пензы о том, чтобы его привлекли в дисциплинарной ответственности, поскольку было грубейшее нарушение, и он вообще нарушил принципы адвокатуры. То есть, он не защищал интересы человека, который ему доверился по уголовному делу. У нас есть это обращение, можете его также подписать, и мы пошлем в адвокатуру. Пошлем в адвокатуру, можете подписать его. Там есть текст и в общем, там фамилия, имя, отчество, телефон и подпись. Номер лучше наставить, если вы хотите. Просто мы будем в разных кистах от себя, что потом можно было это в общем списком представить. Это тоже дело очень важно, потому что он реально сотрудничал со следствием фактически и многие знают про адвокатов, которые заносят взятки и которые могут как-то отмазывать, но когда адвокат полностью заявляет о виновности своего подзащитного и обвинут суды. Да, вот еще очень важно ходить на суды. Сейчас пока еще по существу дело не рассматривается, пока идет следствие, проходят суды по мере пресечения. То есть ребята назначены меры пресечения в виде заключения под стражем, поэтому основания не сидят в СИЗО. И вот она назначается на каждые два месяца. И вот сейчас как раз будет продление меры пресечения ребятам. В Пензе уже у всех прошло. Вот вчера, позавчера, буквально на днях это было на этой неделе, а в Петербурге будет 18-го и 19-го числа. 19-го числа в Держинском суде Виктор Филинков и Юлия Бояшинова будет продление меры пресечения в 11-ть часов. Суды будут скорее всего закрыты и не факт даже что пустят здание суда. Но очень важно ребятам, которые будут проводить конвоиры в суд, видеть, что люди интересуются делом, пришли поддержать на суд, можно им помахать, крикнуть привет, держись, чувак, мы с тобой, ничего не будет. В общем, им это будет приятно. В любом случае и как бы власть и придет как раз тот самый ФСБшный следователь, который собирал постпыточные показания, которые ребята выучили под пытками. В общем, можно на него тоже посмотреть. На самом деле по закону должны пускать и в создание суда и на судебное заседание в зал заводить до момента, пока судья вынесет решение о закрытии заседания и потом запускать в конце на оглашение уродления на несколько месяцев. Да, оглашение решения всегда публичные, но они обычно выносят постановления. В прошлый раз мы когда хотели Филинкову на суд, нас всех запустили в зал сюда, но там тут же немедленно следователь подал ходатайство о том, чтобы дело рассматривал в закрытом заседании и судья удалившись на принесение решения по этому ходатайству закрыл заседание и больше мы не смогли пройти в суд, зато мы успели ему помахать и похлопить. В общем, важно очень ходить на суды, это для ребят поддержка, и во-вторых власть видит, что есть внимание к делу, что ребят поддерживают, что они не смогут так же втихомолку, как они посадили пензенских ребят и пытали питерских ребят это все проделывать дальше. Это очень важно средовость это наверное не все осталось. Вот. В общем все. И заходите на сайт rupression.com там все подробно расписано. Друзья, я предлагаю сейчас сделать перерыв, я думаю 10 когда вы сможете подписывать петицию, писать письма, писать открытки для заключенных, но это можно делать и в ходе следующей лекции, покупать мерч. От себя скажу, что РСД и общественная красная артистена представляют это помещение для любых действий, связанных с компанией в поддержку ребят ресурсов подъема сети, то есть мы всегда готовы поддержать эту компанию и это не последнее мероприятие, потому что это, конечно, сейчас очень важная тема, не только гуманистически, но и политически важная тема, потому что если это позволить таким образом фабриковать дела, то завтра в общем все мы можем тоже оказываться там же, где ребята. Продолжение следует...